Обзор по паре американского доллара к канадскому доллару. Часовой график. В течение вчерашних торгов котировки не выдержали уровня поддержки в районе ценовой отметки 1.3063, что представляло собой минимум торговой сессии пятницы. И уже в течение сегодняшних азиатских торгов продолжили плавное снижение ниже данного уровня. Следует отметить, что за последние 5 торговых сессий на данном рынке можно заметить на часовом графике нисходящее движение цен в рамках нисходящего канала, то есть в границах данного тренда. И также следует обратить внимание, что снижение за последние несколько торговых сессий начало формировать на часовом графике конвергенцию цен индикатора MACD. Это свидетельствует о том, что сила продавцов на данном рынке плавно угасает и большинство участников рынка, как данной валютной пары, так и в основном рынка американского доллара ждут сегодня в 15-30 данных по росту, точнее индекса цен производителей, который ожидается на прошлых данных 0,3%. Но еще большее внимание будет делено в 17 часов заявлением Джанет Йеллен с ее докладом перед экономическим комитетом Конгресса за второй полугодие 2016 года. А данный отчет и заявление и ответы на вопросы конгрессменов со стороны Джанет Йеллена окажут поддержку, более вероятно, поддержку американскому доллару. Это произойдет в случае, если Джанет Йеллен будет также твердо стоять на позиции трех повышений в 2017 году и, соответственно, будущих повышений в последующие годы. Если же позиция Федрезерва изменится в связи с прошлыми данными по, например, немного ухудшившемся уровне безработицы на рынке занятости Соединенных Штатов, и это поставит так или иначе под сомнение будущие повышения, или точнее их темпы повышения, то это ослабит, безусловно, американский доллар, приведя к более низкому снижению на данном рынке. Но этот вариант событий менее вероятен. Более вероятен то, что при сложившейся технической конвергенции цен, а также ожидании более позитивной риторики со стороны председателя ФРС, следует ожидать отскок котировок при ложном пробое линии поддержки нисходящего тренда и коррекцию, или, если смотреть в более долгосрочной ретроспективе, начало нового восходящего импульса на данном рынке с первой фиксацией сопротивления 1.3129. Продолжение следует...